Приветствую вас. Для меня, конечно, остается в некоторой степени загадкой, как вы представляете себе помощь вам в контексте борьбы со страхом. Именно как представляете себе это вы. То есть вы думаете, что вот так вот через форум, через вопрос вам можно порекомендовать некий универсальный рецепт, некое универсальное решение, которое позволит вам добиться того, что вы хотите. Ну, может быть, это и можно сделать, но сделать это можно только при непосредственном контакте с вами. Через, например, НЛП, через транс, через электронский гипноз. Это будет относительно быстро, ну и, соответственно, вы заметите эффект достаточно скоро. Другое дело, другое дело, что такая форма работы даже при контакте, ну, не позволит вам полностью убрать симптомы, которые у вас имеют место быть. То есть необходимо понимать, необходимо понимать, что страх появился не на ровном месте, что у него есть свои причины, у него есть свои основания и он вам для чего-то нужен. Правда, понять для чего он вам нужен и от чего он вас защищает, сказать можно только после детального анализа всей вашей жизни, в частности, начиная с детства. На первый взгляд, вот так вот на скидку можно выделить два основных момента. Первый момент – это уход от реальности. то есть вы уходите от реального мира в мир, соответственно, вымышленный, вот, то есть придумываете себе какие-то потусторонние вещи, да и так далее. Я что-то не обесцениваю, я понимаю, что вы боитесь, я понимаю, что вы боитесь. Вот, но вы это делаете, потому что реальный мир вам не нравится. В реальном мире вы видите для себя что-то угрожающее, может быть, что-то неприятное, может быть, что-то, что-то, с чем вы, ну, не можете справиться, например, например. Вот. Понимаете, какая история? То есть чем-то, чем-то реальный мир вам не нравится. А, ну, чем-то он вас пугает, что-то в нем вызывает у вас страх. Вот. Может быть, дезадаптивность, может быть, что-то еще. Вот. Понимаете? То есть, это нужно рассмотреть. Дальше, вы видите женщину, которая пытается вас укрыть. А? Укрыть полностью платком. Ну, как правило, это мама. Как правило, это мама. Может быть, бабочка. Огромная женщина, может быть, бабочка. Вот. Которая дучит вас своим контролем, например, и так далее. Может быть, может быть, это излишняя забота. Излишняя забота, излишняя ласка, излишняя опека. Вот. То есть, такая не свобода. Не свобода. А, ну, в вашем поведении. Вот. И в данном случае здесь можно говорить о том, что это, безусловно, является травматичным фактом, который также нужно рассматривать. И вот, после вскрытия того, для чего вам нужен страх, после вскрытия моментов, связанных с тем, чем не устраивает вас реальный мир, потому что сублимацией каких желаний является подосторонний мир. Это же иллюзии в постороннем мире. Ну и, соответственно, если говорить об иллюзиях, то вот это, собственно, яркий-яркий пример того, как вы уходите. Уходите именно вот в этот мир. Ну и, соответственно, вытекающие отсюда ваши проблемы. Вы о себе почти не пишете, но было бы здорово, если бы вы описали. То есть я думаю, что вы тревожны, я думаю, что вы склонны подавлять свои чувства, я думаю, что вы излишне эмоционально бываете, не вовремя, ну то есть когда не надо. Хотя, конечно, здесь могут быть варианты, безусловно, самые разные варианты. А, вот. Ну, это уже деталь, это уже детали, конечно же. Вот. Вот. Что можно добавить ещё? То, в принципе, наверное, больше ничего. То есть эти вот аспекты, да, их как бы нужно рассматривать. Так, это очень ассоциативное такое состояние. И именно, значит, именно на ассоциациях и нужно здесь, как бы, выезжать. Так, значит, именно на ассоциации нужно обращать внимание. Сказать можно, что страх, например, это мистификация, да. Сказать можно, что есть там ряд психологических средств, да, когнитивных, когнитивных, которые могут помочь вам адаптироваться к этому. Вот. Но побаровать страх, вот то, что вы пишете, да, что вы хотите побороть страх. Поборовать страх не надо. То есть то, что вы говорите, чтобы побороть, меня наводит на мысль о том, что вы вообще склонны к тому, чтобы побаровать, как где-то аспект. Вот. Ну, это не хорошо, на самом деле. Потому что, потому что любое побарование по сути своей, любое побарование по сути своей означает подавление, означает обесценивание, означает контроль. Вот. Соответственно, опять при негативной установке по отношению к себе, то есть от установки обесценивания тоже нужно абстрагироваться, да, то есть очень важно именно абстрагироваться, не побаровать, да, не обесценивать. А именно абстрагироваться, то есть немножко болеть, посмотреть, так, а где я вырываю себя, да, закрываю, подавляю, а где я, ну, как бы действительно нужно раскрыться. Вот. Если вы готовы к работе над своими страхами, да, то можно будет помочь. Вот. Ну, а что касается средств, что здесь, на самом деле, вам можно будет предложить несколько таких действий, да, например, вы ложитесь, да, знаете, боятся, подумайте, чего вы боитесь. Вот конкретно, что произойдет, что дано произойдет. Продумайте для себя план болезни, что вы будете делать в случае, если это произойдет. То есть у вас уже было готовое решение на случай, если это произойдет. Вот. Потом постоянно спрашивайте себя, случилось ли это или нет. Да? Ну, вот, случилось ли это или нет? Дальше. Кстати говоря. Побрайте меня, если я ошибаюсь, но вы не чувствуете себя значимой. И вам не хватает внимания. Ну, если так, если так, то страх может давать вам именно это. Так что, тут вот тоже. Ну и последнее. Последнее. Вы пишите, что боитесь, значит, спать в комнате одна ночью. Боитесь вы когда-то с чего? С темноты? Вот. Или с чего? А когда вы не боитесь? Так? То есть, ну, в каких вот условиях вы не боитесь спать? Когда светло вы как? Найдите некую точку отсчета, где когда вам не страшно спать. И постепенно исключайте элементы, чтобы, как бы, ну, более конкретно увидеть, что вас пугает. Отсутствие чего вас пугает. Вот. Ну и нужно будет вспоминать, что у вас происходило. В детстве. Вот. Вот. Ну, вот вы не помните, да, когда это началось? Именно потому, что вытеснили. Вот. То есть, сперва через ассоциации и сознательное. Вот. Попробуем. Попробуем. Если получится, он будет обратиться к специалистам по трансам. Вот. Чтобы они вас ввели в францию. И, соответственно, уже можно будет в таком случае выяснить, что именно происходило с вами. Но я, значит, я уверен, что необязательно, если вы разберете все эти моменты, которые я озвучил, и если будете применять те средства, которые я дал, вот, то, я думаю, страх уйдет. Вот. В смысле, страх, это, по сути, по сути, то, чего мы хотим, только-только себе запрещаем. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.